Объединить культуру и обсудить проблемы музейного дела в Крыму. Ведущие российские и белорусские и украинские археологи, реставраторы и искусствоведы приехали на полуостров, чтобы принять участие в научно-практической конференции «Археология и история Боспора». Она посвящена 250-летию Эрмитажа и 80-летию изучения античного города Мирмекия. На три дня она объединила ученых из разных стран, которые специализируются на эпохе древности. В рамках такого научного собрания проходили выставки, круглые столы, а участники выступали с докладами. Ведущие крымские исследователи и ученые на деле доказали, что умеют хранить традиции. Конференция «Археология и история Боспора» проводится на полуострове еще с 50-х годов. Ведь местных и российских искусствоведов, реставраторов и археологов связывает общая история, берущая свое начало более полувека назад. В этом году конференция особенная, действительно, по нескольким причинам. Во-первых, уже приехали сюда из России как наши земляки, можно сказать. Мы стали субъектом Российской Федерации. Кроме того, эта конференция посвящена также 250-летию Эрмитажа, который отмечается в этом году. Дружба музейщиков и исследователей складывалась десятилетиями. Археологические экспедиции Эрмитажа работали в Херсонесе, Старом Крыму, Керче, Балаклаве и еще советских времен. И по сей день совместные раскопки популярны. Последние геополитические события только скрепили старую дружбу ученых и открыли перед ними новые перспективы. Мы открываем новую страницу нашего сотрудничества не потому, что вот что-то как-то. Потому что мы сегодня находимся уже на одной земле, в одной стране. И потому что нам проще практически осуществлять те задачи и цели, которые мы перед собой ставим. Мы сегодня единая наука, мы единое музейное и культурное пространство. В ходе встречи также уделили внимание актуальным проблемам мира археологии и путям их решения. Каждый строитель хочет поскорее строить. Когда ему говорят, что по закону нужно раскапывать, если там есть памятники. А Крым место, я очень рад, что наш президент Владимирович в Крыму специально отметил, что где не копнешь, везде памятники, и памятники надо сохранять. Это и есть главная проблема сейчас при предстоящем стремительном развитии, когда все очень торопятся, быстрее построить мост, правильно, быстрее сделать дороги, быстрее все. Нужно все равно успеть быстро исследовать те археологические памятники, которые, может, все-таки попадут в сферу строительства, и оберечь те, которые никак нельзя затронуть. Другая проблема, значит, самодеятельная. Раньше это называлось «Колодоискальство», теперь называется «Черная археология». Не обошлось и без сюрпризов. Готи из Эрмитажа привезли с собой выставку в бою на турнире на охоте. Старинное оружие из государственного Эрмитажа, на который представлено около ста экспонатов европейского оружия с 15 по 17 век. Коллекцию составляют предметы парадного, охотничьего, турнирного, дуэльного и боевого вооружения, отличающегося не только техническим совершенством, но и богатым художественным убранством. Эти вещи показывают не только оружие как оружие, как средство убийства, защиты, но и как выдающееся произведение декоративно-прикладного искусства, в которых используются все техники украшения металла, гравировка, позолота, воронение, травление. Выставка будет интересна не только любителям средневековья, доспехов и холодного оружия, но и поклонникам ювелирного дела, так как почти все экспонаты украшены узорами, орнаментами и росписями мастеров своего дела. Выставку в Керченском историко-культурном заповеднике сможет увидеть каждый желающий со 2 сентября.